Panasonic уже давно зарекомендовала себя как производитель топовых беззеркальных камер для съемки видео. В следующем году линейке беззеркалок исполняется 10 лет. Вряд ли кто-то скажет, что найти решение для съемки видео лучше, чем GH5, задача малореальна. Но в мире все еще есть люди, которые используют фотокамеры по их прямому назначению и фотографируют. Именно для таких староверов компания презентовала топовую системную камеру G9. Для презентации выбрали шикарнейшую локацию – Атлантическое побережье Португалии, где все еще можно ходить в футболке, кататься на велосипеде и серфить. Тяжело в это поверить, глядя в окно в Киеве. Но действительно так. Это вообще законно? После короткой пресс-конференции, где нас познакомили с основными фичами камеры в теории, каждый получил фотосумку с G9, объективом 1260 и совершенно новым стеклом – 200-мм фиксом со стабилизатором и светосилой 2.8, у которого в комплекте также будет телеконвертер, превращающий 200 мм в 280. То есть 560 мм эквивалентного фокусного расстояния. Естественно, за те несколько часов, что были выделены для знакомства с камерой, составить о ней полноценное впечатление невозможно. По сути, у меня был выбор – либо бегом записать какие-то стендапы, либо нормально познакомиться с камерой в процессе съемки. Естественно, я выбрал второе. Но в процессе съемки выделил 7 главных фич Panasonic G9, о которых вам обязательно нужно знать. Если уж делаешь профессиональную камеру, то выглядеть она должна соответствующе. В Panasonic особенно гордятся особенно черным цветом и ухватистостью камеры, которая достигается не только за счет формы наплыва в правой части, но и особенно рельефной резиновой ручки. Отличительная фишка камеры – красный акцент колеса режимов переключения. Как обычно у Panasonic, рост сит-кнопок позволяет добраться до любых настроек в 1-2 нажатия. Способствует этому и сразу три колеса управления. Слева от объектива есть новый рычажок переключения пресетов камеры, которые пользователь настраивает самостоятельно. Эргономика у камеры шикарная. Съемка несколько часов подряд даже с увесистым объективом не утомляет. Никаких скидок на то, что это беззеркалка, нет. Камера выглядит и ощущается профессиональным рабочим инструментом. Естественно, в наличии защита от пыли и брызг. Камера нацелена на работу в поле, а значит автономность – один из важнейших параметров. В целом она живет, как для беззеркалки, долго. На одном заряде батареи я снял 800 кадров и около получаса видео. Камера 3 часа практически не выключалась. Если этого мало, то прямо в поле можно подзарядиться от пауэрбанка. Есть разъем USB, через который камера и заряжается. Здесь будет много слов «самый». Самый большой и быстрый электронный OLED-видоискатель, самый большой дополнительный дисплей верхней части и так далее. Видоискатель теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц и работает суперплавно. Для тех, кто носит очки, предусмотрели настройку видоискателя в пределах от минус 4 до плюс 3 диоптрий. Автофокус Автофокус остался контрастным. Panasonic себе не изменяет. Но теперь это удивительно быстрый контрастный автофокус. Время фокусировки всего 0,04 секунды. Следящий фокус цепляется за объект и надежно его сопровождает, позволяя получать серию точно сфокусированных кадров на движущихся объектах. В зависимости от режима, теперь можно снимать сериями в RAW в 20 кадров в секунду со следящим автофокусом или 60 кадров в секунду с одиночным. В совокупности с режимом 6K фото 60 фпс, это покрывает практически любые потребности в серийной съемке, будь то репортаж или съемка диких животных. Новый режим стабилизации позволяет обходиться без штатива в большинстве ситуаций. Комбинация оптической и электронной стабилизации позволяет удлинить выдержку на 6,5 стопов. Для анализа и компенсации движения используются данные не только с гироскопического датчика, но и с акселерометров и самого сенсора. Благодаря этому можно без проблем снимать с рук на 580 мм EF-R. Не только фото, но и слоумоушн-видео. Камера позволяет очень многое. Еще одна фишка для тех, кто нуждается в максимально высоком разрешении. 80-мегапиксельная съемка статических объектов. Режим этот не нов, но впервые такая съемка доступна в RAW-формате. К сожалению, ни эти, ни другие RAW-снимки с G9 проявить пока нечем, так как ни один RAW-конвертер G9, представленный официально только 9 ноября, не поддерживает. Несколько часов в компании G9 и нового 200-мм объектива позволили воочию убедиться, что это действительно топовый инструмент для профессиональных фотографов. Уж если такой фоторукожоп, как я, смог получить приличные кадры, то что говорить о людях, у которых руки растут из правильного места? Впрочем, в Кашкайше каждый может почувствовать себя про. Попробуй-ка сними что-то приличное в ноябре на Борщаговке. Минус я для себя нашел только один. Очень мягкая кнопка спуска. Только включил камеру и уже начинаешь снимать. Хочешь ты того или нет. Начинающим фотографам будет очень тяжело научиться хотя бы иногда отпускать кнопку. Фотокамеры не умерли. Да здравствуй с фотокамеры. Спасибо, Panasonic, что не забываешь о людях, которые любят статические картинки. На этом все. Увидимся в следующем видео. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!